Великий Новгород сегодня посетил главный онколог Министерства здравоохранения России Михаил Давыдов. Он принял участие в работе научно-практической конференции, посвященной лечению онкозаболеваний, а также побывал в радиологическом корпусе областного онкодиспансера. Научно-практическая конференция онкологов России в этом году посвящена актуальной во врачебной среде теме диагностики и лечению рака носоглотки. Несмотря на то, что процент заболеваний этим недугом сравнительно невысок, он считается одним из самых драматических разделов онкологии, так как в большинстве случаев заканчивается смертью пациента. Опухоль труднодоступна для хирургического вмешательства, поэтому здесь применяются в основном консервативные методы лечения, такие как лучевая и химиотерапия. Основные причины заболевания – злоупотребление курением и спиртными напитками, а также вирусные и генетические факторы. Ежегодно отмечается улучшение результатов лечения у этих пациентов. И это связано с развитием методик лечения, с появлением новых химиотерапевтических препаратов, с улучшением качества проведения лучевой терапии, с появлением современных аппаратов лучевой терапии, с выполнением все более сложных и сложных и высокотехнологичных хирургических вмешательств. На конференцию приехали ведущие специалисты России. Участников поприветствовали заместитель губернатора Новгородской области Александр Смирнов и главный онколог страны Михаил Давыдов. В целом онкология сегодня бурно развивается. И российская онкология, в частности, имеет большие достижения. В основном ее достижения связаны в хирургических разделах, ибо в остальных разделах мы, так сказать, зависим от современных технологий, которые я сегодня получаю пока из западных стран. Также Михаил Давыдов посетил сегодня радиологический корпус Новгородского областного онкологического диспансера. В Великом Новгороде этот блок открылся в сентябре прошлого года. Отделение оснащено самым современным высокотехнологичным оборудованием. Радиологический корпус позволяет осуществлять полный цикл лечения пациентов, используя комбинированные методы борьбы с болезнью. Сегодня это современный передовой центр, который имеет все компоненты, необходимые для лечения онкологических больных. И чувствуется очень большое внимание руководства правительства области, которое на высоком уровне создало не только этот центр, но и коллектив этого центра. Потому что некоторое время назад я посещал этот же центр, он был совершенно другим. Сегодня это один из лучших областных диспансеров нашей страны. В областном диспансере пациентам оказываются все необходимые виды помощи. В круглосуточном стационаре ежегодно лечение получают около 6 тысяч больных. И сегодня врачи делают акцент на развитии системы ранней диагностики онкозаболеваний. Это наиболее эффективная методика в борьбе с раком, которая позволит существенно сократить смертность. Ведь чем раньше начнется лечение пациента, тем больше у него шансов на выздоровление. Юлия Трыгина, Сергей Корнев, Новости Новгородское, областное телевидение.